Пять институциональных реформ. Это очень серьезно, это новый этап развития. Мы ожидаем от этих политических мер новые экономические стимулы для НПО, для бизнеса, для граждан. Поэтому выделить один закон важнее мне очень сложно. Это комплекс мер, которые должны параллельно интегрироваться между собой, параллельно выходить. Сверхзадача стоит, чем сейчас мы занимаемся. Поднять гражданское общество, чтобы оно могло тоже осуществлять мониторинг, контроль и было подготовлено к делегированию полномочий. В этой связи мы должны знать, кто это представляет гражданское общество, кто это НПО, чтобы оно не пряталось за бумажкой, что это вмешательство в их частную жизнь. То есть мы должны знать, потому что мы им делегируем государственные функции. Это и государственные деньги. Это и государственные деньги, безусловно. То есть доверие, реверанс в сторону общественных организаций, в сторону общества налагает определенную ответственность, потому что они работают на наше государство, на наших граждан. На Западе примерно так и рассматривают, под углом национальной безопасности. Безусловно. И эти законы, они только ужесточаются. И Вы правильно сказали, что с 1938 года потом периодически шло в основном ужесточение этих законов, и уже дошло до того, что там было слияние с актом о патриотизме, где фактически любого гражданина могут прослушать, прочитать переписку, и все, чуть что это, это Ваша безопасность. Ну и удобство спецслужб получать. Америка и Великобритания подвигают свои интересы к нашей стране. И, конечно, думаю, только ради своей выгоды. У меня был опыт работы в ней по единственной организации, и мы собирали данные через вопросы на селение. Я думаю, что если эти организации консультируются западными странами, то они данные получают с нашей страны и свои интересы далее продвигают. Когда-то я подрабатывал в НПО, там у них был один вопрос, какие слабые места. Ну, я думаю, вот их интересовала наша уязвимость, и они как-то в дальнейшем это могли использовать. Американцы и англичане, скорее всего, хотят распространить свое влияние в Казахстане. Я считаю так. Дураку ясну, чтобы сделать революцию нам здесь. Они финансируют, недовольные, так же, как на Майдане выйдут, да и все. У них там свой интерес какой-то. Своих интересов что-то делают. Вот и все. Вот мы стараемся уйти от катастрофической долларовой зависимости. И все чаще говорят о недоларизации, о том, что необходима наднациональная валюта, и именно следствием привязки к доллару, как к основной резервной валюте, являются и девальвации, и экономические кризисы. Как Вы считаете, насколько необходима дедоларизация Вам? Есть пословица, нужно хранить деньги, яйца в разных коробках. Нам тоже нужно... Для тех, у кого их много. Да, тех, у кого мы должны подушку безопасности иметь, она у нас есть. Если ориентир у нас не должен быть только на одну валюту, я с этим полностью согласен. Безусловно, те события, которые сейчас происходят, они связаны с этим. То же самое я говорил и параллель проведу социальной сети. У нас, к сожалению, нету отечественной социальной сети, чтобы мы могли свой контент распространять. Это регулируем, опять же, не мы. И если что-то будет происходить в Фейсбуке, в Твиттере, там, в Инстаграме, будут выбрасываться, может быть, чуждые идеи. И потом получается, что Вы даже не можете заблокировать, поскольку попадаете под юрисдикцию совершенно другого государства. Спасибо Вам за интересное и подробное интервью, и успехов в Вашей работе. Спасибо большое.